Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу и покажу старинные коллекторы и каналы, прячущиеся в недрах Киева. Речь идет о величественных и достаточно крупных подземных артериях. Речка Клов считается притоком всем известной Лыбеди. Реки сливаются в районе Олимпийского стадиона, практически в самом центре столицы. Происхождение названия объекта заставляет вернуться во времена периода становления Киевской Руси. На местных землях, благодаря игумену Стефану, был основан Кловский монастырь. К сожалению, в один из набегов кочевников святыня не устояла. Даже после разрушения ее имя было на слуху. Его решили дать небольшой речушке. К слову, с данным этапонимом в Киеве имеется несколько объектов, в том числе станция метро Кловская, улица Кловский спуск, Кловский дворец, ну и, конечно же, Кловский лицей. Если обратиться к древнеславянскому языку, то впечатляет перевод слова Клов, означающий бурный, клокочущий. А в некотором роде река оправдывает свое название. Интересно, что ранее Клов, как и многие другие небольшие ручьи, протекали на поверхности нашей столицы. Несколько веков назад у истока располагался шикарный пруд с черными лебедями и купальнями. На тот момент вся территория была частью усадьбы генерала-губернатора. Со временем речушка обмелела и начала мешать бурному развитию города. Подмывала здания, разрушала дороги. Поэтому ее стали постепенно на протяжении нескольких лет заключать в коллектор, строительство которого было полностью окончено лишь к середине 20 века. У Клова имеется приток, обладающий красноречивым именем Крещатик. Река фактически протекает под центральной частью одноименной улицы, под площадью независимости. Необходимо отметить, что проект ее коллектора был разработан в конце 19 века, как и многие другие. Строительство же подземелья велось при непосредственном участии талантливого известного архитектора городецкого Владислава. Именно он является автором Николаевского костела, дома с химерами и прочих знаковых достопримечательностей столицы. Следует отметить, что Крещатик с Кловом являются составляющей сети коллекторов подземных рек, а вместе с этим и элементами водоотводов. Во времена сильных ливней подземелья практически полностью заполняется водой, для чего может оказаться достаточным нескольких минут. В коллектор идут стоки с улицы Михайловская, Котельная, Лютеранская, Прорезная и т.д. Поэтому объемы воды, которая сюда может поступать, носят смертельный характер. Учитывая это, необходимо помнить, что посещение подобного рода мест необходимо совершать исключительно под руководством опытных проводников. Название соответствующей улицы непосредственно связано с самим Кловом, а также его многочисленными притоками. Некогда в центральной части города находился большой водосборный бассейн открытого типа. В нем происходило слияние трех рек, в том числе Кловицы, Крещатика и Клова. В настоящее время на данном участке получится увидеть разве что небольшой водопад. Это место атмосферное. Участок под центральной улицей города отличается простором. Он выполнен уже из современных строительных материалов и бетона. К несчастью, непрекращающиеся стройки Киева погубили много старинных подземелий, которые могли бы считаться архитектурными памятниками. Находясь под землей, совершенно иначе воспринимается бурлящая сверху жизнь торговых центров. У некоторых появляется даже ощущение параллельной реальности, в которой работают совершенно иные законы. Часть тоннеля под Крещатиком имеет шатровое сечение, выполненное на основе желтого кирпича. Уникальным является тот факт, что напольное покрытие подземелья выполнено на основе камня, выложенного в форме елочки. Добавим, что недалеко от улицы Богдана Хмельницкого можно увидеть сухие берега. В подобных районах обычно собираются диггеры, туристические группы, исследователи тоннелей с целью совершения посиделок или организации небольших вечеринок. Из живности в коллекторе можно встретить разве что больших оранжерейных сверчков и мышей. Поскольку в большинстве своем вода Клова и Крещатика достаточно чистая, в подземелье вы не встретите крыс и других вредных жителей. В некоторых пролетах получится заметить каменные сталактиты и сталагмиты, которые невероятно похожи на пещерные аналоги. Продолжение следует... Вокруг подземных рек Клов и Крещатик ходит множество интересных легенд и реальных историй. Несмотря на то, что ручьи никогда больше не увидят дневного света, они продолжают мерно и неторопливо бежать куда-то вдаль. Прекрасно сохранившиеся тоннели коллекторов образца 19-го столетия привлекают огромное к себе внимание со стороны туристов, диггеров, целителей, приключений. В период дождей и обильного таяния снега существенно поднимается уровень воды в канале, о чем необходимо помнить перед совершением экскурсии. Приятного вам просмотра этих великолепных мистических подземных тоннелей. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА